Вячеслав Владимирович, вначале разрешите поздравить вас и ваших работников с вашим профессиональным праздником, который отмечался на этой неделе 23 марта. И, кстати, почему именно этот день выбран как ваш профессиональный праздник? 23 марта 1950 года вступила в силу конвенция Всемирной Метеорологической Организации ВМО, которая называется, в которой было провозглашено образование этой организации. И в связи с этим каждый год теперь ВМО в этот день отмечает этот праздник. Каждый год под определенным девизом отмечается. 2016 год ВМО решила отметить под девизом «Жарче, суше, влажнее, заглядывая в будущее». Ну, связано это с изменением климата. То есть это то, что происходит у нас уже сейчас. И каждое из последних десятилетий у нас в Белоруссии было значительно теплее, чем предыдущее. И последний пятилетний период с 2011 по 2015 вообще был самым жарким за всю историю метеонаблюдения. Эта ситуация по Белоруссии, а насколько изменяется температура в нашем регионе и чего ожидать в будущем? Ну, вот статистика. Начиная с 1988 года у нас по Гомельской области, во все годы среднегодовая температура превышала норму. Самым теплым у нас оказался прошедший 2015 год. Его средняя температура была плюс 9,3 градуса. Это превышение нормы на целых, я вам скажу, 3,1 градуса. И по существующим прогнозам, последующие 25 лет температура тоже повысится ориентировочно на 1 градус, а к концу столетия на 3 градуса. Это достаточно серьезный высокий показатель. Если взять у нас по Гомелю, то 1 градус повышения температуры, вот если повысится у нас в Гомеле, то это будет на сегодняшний день соответствовать температуре юга Украины. Сегодня Гомельская область в связи с особенностями ее климата даже на специализированных картах стали обозначать другим цветом? Да. У нас сейчас существует классификация территории Белоруссии по климатическим зонам. Она разделена на три части. Возьмем так, юг, центр и север. И в связи с потеплением появилась уже на этой карте и четвертая климатическая зона. Она находится внизу, захватывает Полесье и часть нашей Гомельской области. А вообще, как давно в нашем регионе ведутся метеонаблюдения? Первые метеорологические наблюдения у нас в Гомеле датируются 1891 годом. И продолжались они до 1918 года. Но наблюдения были, скажем, по нынешним меркам очень скромные. Температура, влажность и направление ветра. В 1924 году наблюдения немножко стали пообширней. А с началом войны Великой Отечественной они прекратились. И после освобождения Гомеля в 1943 году станция была, метеостанция, на западной окраине нашего города восстановлена. А уже в 1969 году было построено новое трехэтажное здание. Называлось оно Зональная обсерватория Гомель, вот под крышей которого мы сейчас находимся. И на сегодняшний день проводятся все виды гидрометеорологических наблюдений. Ну и, наверное, самый главный вопрос. Когда в этом году все-таки наступит весна и какой она будет? В конце этого месяца ожидается потепление. Температура воздуха будет достигать 10-12 градусов в последние дни. Начало апреля обещает быть бурным, теплым. Температура будет достигать 10-15 градусов. Но в течение месяца апреля вероятны и гололедица, и снег, и похолодание. Но это будет кратковременное явление. Продолжение следует...